В информационном центре по атомной энергии сегодня прошла игра «Атомные короли». Эта викторина посвящена выдающимся деятелям атомной отрасли. Команды-участницы готовились к финалу в течение нескольких месяцев. Штудировали биографию ученых, знакомились с историей Железногорска и Горно-химического комбината. Кому удалось одержать в итоге победу, знает Сергей Кузовков. На обсуждение каждого вопроса вам дается 30 секунд. Ребята здесь блещут отличными знаниями из области атомной энергетики. С легкостью отвечают на многочисленные вопросы ведущей. Например, когда родился тот или иной ученый, кто внес наибольший вклад в развитие атомной промышленности России или разгадывают ребусы, в которых зашифрованы фамилии известных научных деятелей. Игра проходит в формате брейн-ринга. Участвуют четыре команды. Это учащиеся красноярских школ, лицеев и гимназий. Интерес очень большой. Вы сами видите, сколько детей пришло. И с каким воодушевлением они играют. И хотелось бы отметить их подготовку. Они готовились заранее. Они изучали биографии и материалы о великих ученых-физиках. После двух туров вырисовывается лидер, который победу уже не упускает. Самой эрудированной в итоге оказалась команда под названием «Кварки». Ребята проявили себя с очень хорошей стороны знания в области атомной физики. Особенно ребята седьмого класса, которые не проходят, показали просто шикарные. И такие мероприятия действительно нужны, потому что они, во-первых, расширяют кругозор, а во-вторых, они показывают, что не так страшно, как его показывают везде по телевизору и так далее. Организатор конкурса – одно из крупнейших предприятий страны – Железногорский горнохимический комбинат. Подобные мероприятия в крае проводят впервые. Мы хотели привить детям любовь к истории, к своей истории, к своей стране, атомной отрасли. Без этой истории, без того, как ты знаешь эту историю, как ты ее понимаешь, как ты ее воспринимаешь, невозможно вообще дальнейшее развитие. Комбинат приглашает наиболее талантливых ребят на обучение, затем принимает его на работу. Это тоже одна из побочных целей этих мероприятий. Организаторы конкурса отмечают большой интерес к атомной энергетике России у красноярских школьников, поэтому еще одна финальная игра состоится теперь уже для учащихся в Железногорских школах. Телефон для ваших сообщений 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Грузовков, Денис Шабанов. Афонтова. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok